Бывшие десантники, ветераны и курсанты собрались сегодня на Аллее Славы, чтобы почтить память однополчан, павших в бою. К вечному огню были возложены цветы и венки. В мероприятии принял участие президент республики Анатолий Бибилов. Немало среди голубых беретов насчитывается осетин. Глава государства сегодня поздравил причастных к этому празднику и преподнёс однополчанам символичные подарки тельняшки. Анатолий Бибилов во время беседы с журналистами с гордостью вспоминал времена службы в воздушно-десантных войсках. «Я всю жизнь мечтал быть десантником. Моя мечта, которая посуществилась, и не только стал десантником, но и стал офицером. И, конечно, для меня это определённо даже жизненность, в принципе, которые заложены в любых десантных войсках. Конечно, я хочу десантнику не только Южной Осетии, но и всем десантникам. Желаю мира, желаю добра, желаю, чтобы все задачи, которые перед ними ставятся, выполнялись. И, конечно, чтобы всегда возвращались живыми, не приедем домой». «Нет такой крепости, которую десантникам не удалось бы взять», – подчеркнул Анатолий Бибилов. Они по праву являются элитой вооружённых сил. «Одно выражение, который есть в Василии Федорович, мы, в принципе, всегда придерживался. Говорил так, сбили с ног, сражайся на колени. Идти не можешь, лёжа на суток. Человек должен всегда идти вперёд, должен не смотреть на те падения, которые у каждого человека есть. И вот этот принцип, он помогает всегда, везде и во всем». Десантники с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Многие из них показали доблесть и отвагу, применили в войны опыт и навыки в национально-освободительной войне против грузинского национализма. И вновь с честью отстояли имя десантника. «Возвращение самового войска, ведь, сыграли огромную роль в жизни республики Южной Осетии. В 92-м году, когда водили миротворческие силы, когда как раз сбили сходный батальон из города Ксту, 76-я воздушная дивизия, гвардейская дивизия, где я сам служил, в составе которого я приехал сюда уже в качестве миротворца. Это и 2008-й год, когда для принуждения к миру были привлечены и воздушные десантники войска. Я думаю, что народ для Южной Осетии, в общем, конечно, обязан Российской Федерации, если уже в частности, то, конечно, народ Южной Осетии благодарен воздушными войсками за то, что они сделали для Южной Осетии, за тот мир, который они здесь посеяли». В завершение официальной части мероприятия был организован автопробег, где приняли участие десятки автомашин. Агунда Губузова, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев, Оксана Татаева. Информационный выпуск. Сегодня.